Бисквитный торт или категории С1 25 граммов крахмала 1 чайная ложка разрыхлителя 1 чайная ложка ванильного сахара 40 мл теплого молока и 15 граммов подсолнечного рафинированного масла Форма для выпечки у меня диаметром 22 см, можно и 23 см Дно застелила пергаментной бумагой Бортики ничем не смазываю Духовку включаю разогреваться до 170 градусов В миску для взбивания разбиваю яйца Всыпаю сахар, ванильный сахар и добавляю щепотку соли Взбиваю 10-13 минут постепенно увеличивая скорость миксера Масса сильно увеличится в объеме станет светлой, густой и будет с венчиков медленно стекать ленточкой, задерживаясь на поверхности взбитой массы Муку смешиваю с крахмалом и разрыхлителем В два приема просеиваю во взбитую массу Аккуратно перемешиваю лопаткой Теперь молоко смешиваю с маслом молоко не холодное, слегка теплое или комнатной температуры Вливаю смесь по краю миски и еще раз хорошо перемешиваю Готовое бисквитное тесто переливаю в форму Разравниваю и убираю в духовку При 170 градусах выпекаю бисквит 45 минут Готовность проверяю деревянной шпажкой Она должна выходить без остатков сырого теста Переворачиваю бисквит на решетку и оставляю остыть Остывший бисквит подрезаю по краю формы тонким и острым ножом Извлекаю из формы Заматываю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 2 часа Бисквит стабилизируется и его будет удобнее разрезать на коржи Я разрезаю ножом для хлеба Делаю по кругу насечки а потом по ним углубляюсь к центру Теперь поговорим про крем Для него нужно 300 граммов хорошо охлажденных сливок для взбивания жирностью 33-35% 220 граммов пастообразного творога 220 граммов классического йогурта 180 граммов сахара 18 граммов желатина у меня быстрорастворимый фирмы доктор Откер 120 миллилитров молока для желатина и 3-4 половинки консервированных персиков Для пропитки использую 200 миллилитров сиропа из персиков В этой банке было 6 половинок как раз на торт и в крем и для украшения Персики нарезаю кубиками На блюдо кладу первый корж Я взяла тот, который был верхним в бисквите Так торт получается идеально ровным Сверху кольцо для сборки торта Ацетатная пленка концы пленки фиксирую Корж пропитываю сиропом Меньше всего нужно пропитывать нижний корж и больше всего верхний Основа торта готова Теперь крем Желатин высыпаю в ковш Заливаю молоком Перемешиваю и оставляю набухать В миске смешиваю творог с йогуртом и сахаром Перемешиваю венчиком до однородности Если творог у вас будет крупнозернистый Его предварительно нужно будет пробить Погружным блендером Или перетереть через сито Сливки взбиваю 2-3 минуты Или пока они не начнут держать форму Желатин распускаем на плите На невысокой температуре Или в микроволновке До жидкого однородного состояния Смесь будет как молоко Без комочков К желатину добавляю 3-4 ложки творожной массы Хорошо перемешиваю И вливаю обратно Быстренько вымешиваю до однородности Такое постепенное введение желатина Позволяет ему равномерно распределиться в креме Теперь подмешиваю взбитые сливки Половину готового крема Или 520 грамма Выкладываю на подготовленную основу Сверху половина персиков Утапливаю персики в креме Кладу второй корж Пропитываю его Вторая половина крема Персики Третий корж Пропитываю его Накрываю пленкой И переношу торт в холодильник Минимум на 4 часа Я оставила на ночь Для верхнего покрытия Нужно 250-300 граммов сливок Для взбивания жирностью 33-35% Одна столовая ложка сахарной пудры Я взяла с ванилью Две тонко порезанных половинки персика И несколько веточек мяты Сливки взбиваю с сахарной пудрой Покрываю торт Сначала тонким слоем Чтобы сгладить крошки А потом уже слоем потолще Из оставшегося крема Отсаживаю украшения сверху В центр выкладываю кусочки персика И украшаю мятой До подачи на стол Торт можно убрать в холодильник Торт получился весом 2,5 килограмма Высотой 9 сантиметров И диаметром 22 сантиметра Довольно большой, высокий торт Но кусочек следается легко и быстро Красивый, праздничный Пропитанный, в меру сладкий Фруктовый, свежий И безумно вкусный Готовьте, не пожалеете Друзья, на этом все Надеюсь, вдохновило Как всегда, желаю вам удачной выпечки И до новых встреч! Продолжение следует...